Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». Второй час. У микрофона всё так же Светлана Занько. И Александра Сохин. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, Светлана, у тебя ещё что-то осталось попросить, а мне сказать? Да, да, конечно, по дорогам. Я прошу прощения у наших гостей, которые... Давай сначала представим, а потом я скажу, что нам позвонили по дорогам. Мы анонсировали уже в первом часе, что мы будем говорить о месяце детского здоровья, который Минздрав проводит вот прямо сейчас. Мы в нём прямо находимся. И по этому поводу пригласили мы двух замечательных женщин. Ольгу Малышеву, начальника Центра медицинской профилактики, главного внештатного специалиста по профилактической медицине Министерства здравоохранения Кировской области. Ольга Геральдовна, добрый день. Добрый день. И Наталью Сычёву, врача-диетолога Центра медицинской профилактики. Наталья Юрьевна, добрый день. Добрый день. Мы, естественно, тут уже пообщались, поскольку у всех дети, что происходит у нас. И, в общем, тоже вас призываем звонить 211-101 буквально через 5 минут, когда мы начнём с нашими гостями эту тему освещать. Да, действительно, что касается первой темы, хода ремонта дорог в Кирове, которая была у нас в первом часе, звонки раздавались и в перерыве. В частности, позвонил Александр Владимирович Булдаков, мой коллега по общественной палате Кировской области. Он член правления Союза строителей и тоже следит за ремонтом дорог и много делая для того, чтобы он проходил качественно. Вот он нам сообщил по участку, который вызвал у нас вопросы, дискуссию даже некоторую. Это участок между улицей строителей и Садаками. Мы говорили о том, что вот он не ремонтируется, вот там два новых, не знаю, как их назвать, микрорайоны или что-то, строительные площадки, это метро и метроград, где нет дороги, а с Садаков она только начинает делаться. Значит, Александр Владимирович нас слушал, просто во время программы не пробился, дозвонился в перерыве и сказал, что участок дороги от Ульяновской до Садаков будет этим летом сделан. А до Ульяновской, Саша, оказывается, он сделан уже в прошлом году. Но просто когда едешь с проспекта строителей в сторону Костина, ты этого особо не замечаешь. Мне кажется, это какие-то флешбеки памяти из прошлого, что когда-то там дорога... Нет, сделано в прошлом году с водоотведением и так далее. Видимо, он просто очень коротенький участок. И там, кроме того, что вот то, что до Садаков с Ульяновской разбито, там еще, конечно, большая проблема вот этого бутылочного горлышка, который сейчас образовалась, дорога не расширяется, а поток машин увеличивается. И страшно смотреть на людей, которые в 21 веке ходят по глинистым обочинам, чтобы дойти до современного, понимаешь, комплекса жилого. Но вот мы уже договорились в перерыве, что следует на следующей неделе или через неделю сделаем большой круглый стол прямо здесь в студии с застройщиками и с властями городскими по поводу взаимодействия по строительству дорог к новым микрорайонам. Ну и я предлагаю подвести еще итоги опроса. Спрашивали мы слушателей качеством отремонтированных на сегодняшний день в Кирове дорог. Довольны вы, недовольны, либо еще не видели отремонтированных дорог? Вот смотрю в ВКонтакте, 50% недовольны, 40% еще не видели отремонтированных дорог. Ну 42% говорят на сайте хакеру.ру, что не видели отремонтированных дорог. 47% недовольны, 10% довольны. А вот, кстати, кто у нас может очень хорошо оценить и дороги, и тротуары? Это, конечно, мамочки с колясками. Все помнят, как мы перетаскивали через тротуары выбоиные, ремонтные площадки эти коляски. У меня до сих пор есть пальто, на котором две такие здоровые дыры от коляски, потому что я ее поднимала, так прижимая к боку, чтобы нести ребенка в такие моменты. Это прекрасно помнят все. Так что мы желаем нашим строителям, чтобы они, когда дороги строили и тротуары, думали о своих женах, мамах и детях. Может быть, тогда качество дорог улучшится, Саша? Может быть. Ну и вот в Кировской области отметили День защиты детей, 1 июня, не только в ней, а вообще по всему миру. И дали старт месяцу детского здоровья. Я уж не знаю, как в мире, но в Кировской области месяц детского здоровья регулярно проходит, начиная с 1 июня. И у нас тоже. И, конечно, есть масса мероприятий, о которых мы хотим проинформировать наших слушателей. Давайте приступим к самому началу. И я бы предложила, во-первых, озвучить телефон прямой телефонной линии для населения. На кого она рассчитана, какие вопросы можно задавать, когда она работает, и какие специалисты там отвечают на той стороне шнура телефонного. Ну, прямая телефонная линия состоится завтра с 14 до 15 часов. Телефон прямой линии 38, 13, 23. Прямая линия будет посвящена вопросам оказания медицинской помощи детям. Будут специалисты Министерства здравоохранения. А вот что именно человек может спросить? Пожаловаться или попросить записать на прием? Ведь такие звонки, скорее всего, не можем попасть к эндокринологу. Я так понимаю, что любые вопросы, которые тревожат, можно звонить по вопросам оказания помощи детям. И если этот вопрос не будет решен непосредственно во время прямой линии, то, по крайней мере, будет четко сказано, куда обратиться, и какой специалист какого учреждения сможет данный вопрос решить. Завтра с 13 до 15, с 14 до 15, 38, 13, 23. 38, 13, 23. Итак, с чего начали? Ну, я так понимаю, что и в 1 июня проходили, конечно же, мероприятия, посвященные месяцу детского здоровья. Да, и 1 июня они проходили в перинатальном центре, в городской больнице номер 2, в Кировском доме ребенка, были праздничные мероприятия, посвященные именно Дню защиты детей. Но надо сказать, что действительно, вот именно потому, что День защиты детей, месяц июнь, и определен Министерством здравоохранения, как месяц детского здоровья. Но надо сказать, что так как июнь, июль и август – это лагерные смены, то, конечно же, множество мероприятий, в том числе приуроченных и направленных на формирование здорового образа жизни у детей, будут проводиться все 3 месяца. Ну, вот в частности, в июне, в июле только Центр медицинской профилактики наш осуществит 8 выходов, разные лагеря, школьные, спортивные, в гимназии, в учебное заведение для того, чтобы еще раз поговорить вот на эти актуальные темы. Это хорошая, на самом деле, вещь – поговорить на эти актуальные темы и здоровый образ жизни. Вы знаете, я вспомнила, я не знаю, это детей, конечно, уже не касается, и не знаю, даже к месту ли будет этот пример. Но слушатели в курсе, что я только что вернулась из отпуска и во время своего длительного путешествия, одной из точек, где мы останавливались, это был кампус университета Валенсии. И мы просто посмотрели, какой образ жизни ведут там студенты днем и вечером. И меня поразила следующая история. Это уже не дети, конечно, это уже взрослые люди, но, мне кажется, что-то сформировалось уже в детском возрасте у них. Днем они играют там в теннис, плавают в бассейнах, и, слава богу, у них есть море, а вечером они запрещаются сидеть в кафе, где, между прочим, продается то, что запрещается у нас продавать даже поблизости от университетов, вообще все. При этом не видно на улицах совершенно и в самом кампусе студентов, слоняющихся в непотребном виде, они точно так же занимаются, они точно так же общаются. И у меня и было ощущение, что вот у них и к отношению к вредным привычкам каким-то сформировано, правильное, и вообще понимание того, как нужно строить свой график, свою жизнь, свое расписание дня, сформировано очень хорошо. Я не знаю, как сейчас это происходит в школах и в детских садах. Я вот не вижу пока по своей дочери, чтобы она вела какие-то дневники и особенно стремилась что-то такое делать. Нас-то, конечно, муштровали в своей советской школе. У нас прямо висело, вы помните, у нас висели такие листочки на стенах, где мы отмечали подъем, обливание, зарядка и сколько чего сделали. И это, я помню, длилось очень долго, до того самого момента, когда тебе не исполнится лет 14-15, когда ты уже бесполезно тебе вешать такие листочки. Но до этого времени нам формировали очень жестко. Что входит в программу формирования здорового образа жизни, представления здорового образа жизни детей нынче? С чем вы едете в лагеря? Что вы детям рассказываете? Ну, во-первых, я хочу немножечко действительно заглянуть вглубь проблемы, вы ее правильно достаточно обозначили. Ну и такой маленький пример, когда мы проводили очередную акцию и анкетировали студентов-холонтеров, которые сами несут здоровый образ жизни в массы, ходят в школы. Это студенты каких хозов? Это был и педуниверситет, и сельхозакадемия, и Кировская медакадемия, там ухолонтерские отряды, которые занимаются вот такой пропагандой здорового образа жизни. И среди 56 студентов, которые прошли анкетирование, в частности по вопросам здорового питания, один студент набрал максимальное количество баллов. Когда я его спросила, как так у вас получается, это был юноша, он сказал, меня так мама научила, я по-другому не умею. Поэтому вот очень важно не только возлагать ответственность на детские сады, школы, это действительно образ жизни семьи. Нам надо учить не только детей, нам надо учить взрослых. Если мы посмотрим, то есть мы можем приехать действительно с квестами, с играми и с красочными мероприятиями, но если ребенок возвратится в семью и там вечером он видит набор разноцветных газированных напитков, несколько упаковок чипсов, сухарей, ну наши, собственно говоря, семинары можно констатировать, что они прошли впустую. Потому что ребенок до определенного возраста, он не делает выбор, он делает и употребляет в пищу то, что ему предложили родители. Поэтому вот эту проблему нужно действительно обсуждать. Если поговорить о цифрах, мы проводили социологические опросы нашим центром профилактики и среди взрослого населения, и среди детей-понроссков. Естественно, цифры действительно говорят сами за себя, но скажем, низкая физическая активность. 35% взрослых, 35% детей. Но так как у детей этот фактор риска немножко жестче, скажем так, определяется, то очень высокий фактор риска. То есть, когда физическая активность ограничена только уроками физкультуры в школе, имеют до 35% детей. И фактор риска, когда физическая активность составляет менее пяти часов в неделю, помимо урока физкультуры в школе, это 50-60% учащихся. Мы проводили среди пятых и девятых классов. Если мы охватим еще десятые, одиннадцатые, там нагрузки возрастают, там, наверное, еще больше будет этот процент. Надо сказать, что наш процент действительно чуть меньше, чем в Российской Федерации, но, наверное, именно за счет того, что мы взяли такой вот соцопрос в этой группе. Сейчас прервемся буквально на одну минуту. Я напомню, что мы разговариваем с Ольгой Малышевой, начальником Центра медицинской профилактики, главным нештатным специалистом по профилактической медицине Министерства здравоохранения Кировской области, Натальей Сычевой, врачом-диетологом Центра медицинской профилактики. Я чувствую, что мы сегодня про диету много поговорим. Продолжается программа «Дневной разворот». Говорим мы в этой студии о том, что июнь в Кировской области по традиции уже объявлен месяцем детского здоровья. Какие мероприятия будут проходить? Ну и вообще... Что с детским здоровьем происходит сейчас у нас? Мы же начали об этом говорить, статистику затронули. И нам было сказано нашими специалистами, Ольгой Малышевой и Натальей Сычевой, что 35% детей ведут малоподвижный образ жизни. Впрочем, как и 35% взрослых. И мы подозреваем, что их-то вообще еще и больше на самом деле. И я тут уже поделилась с коллегами, что и прикинула, что мы с дочерью делаем. Так вот, окончание четвертого класса и большое количество экзаменов заставило нас отказаться с января месяца от практически всех дополнительных занятий, в том числе и спортивных, для того, чтобы просто иметь возможности, силы сдать экзамены. Но может быть, это мера временная? Я надеюсь, что она временная. Я знаю прекрасно одноклассницы Зоси, которые и спортом занимаются очень активно, и что-то еще успевают. Но, видимо, там еще все-таки есть разница между детьми. Кто-то способен такую нагрузку тащить, а кто-то не очень. Тем не менее, это такой все равно сигнал. Все равно сигнал. И кроме того, что малоподвижный образ жизни, мы уже начали говорить до перерыва, большие вопросы возникают еще и по диете детей. Конечно. Но вот если нам есть еще что сказать про малоподвижный образ жизни, что, как можно влиять, что нужно делать, что происходит там вот в школах, то мы можем сказать сейчас. Мы так будем очень долго, конечно, можно обсуждать эту тему. Можно глубоко уйти. Да, глубоко уйти. Времени, я так понимаю, не очень много. Это просто нужно посмотреть и переоценить, оценить, скажем так, чем занимается ребенок в неурочное время. Посмотреть, насколько грамотно составлено расписание и попытаться в этот плотный график учебный внести какие-то... Это могут быть и секции, это может быть просто совместная прогулка вместе с ребенком, где вы можете обсудить какие-то проблемы, которые сложились за день, произошли вопросы, обсудить. Это будет полезно и для ребенка, и для вас, и общения. То есть не было перед телевизором, а вот на прогулке. Просто вечером пройтись по улице. Это будет полезно для всех. Раз уж мы заговорили о цифрах, вот что касается малоподвижного образа жизни, мы куда движемся? Тренд куда направлено? И насчет трендов, к сожалению, наверное, они не будут утешительными. Но здесь не только проблема медиков, это, конечно же, и создание условий. То есть это совместная работа, чтобы было куда выйти, когда выйти, шаговая доступность. Так увеличивается количество детей, Вообще количество людей, которые занимаются спортом, по данным нашего Министерства спорта, оно увеличивается. Это хорошо. То есть это хорошо, да. Тенденция есть, и вообще, конечно, разворот к здоровому образу жизни, он идет. Надо сказать, что... Да, сейчас очень много и про говорится. Много этим интересуется, и надо понимать, почему это важно. Низкая физическая активность – это ведь фактор риска в будущем, инсультов, инфарктов, сахарного диабета. Ребенку сейчас говорить о том, что вот будешь мало двигаться, у тебя будут проблемы, бессмысленно и бесполезно. Но мы, как взрослые, понимая это, просто должны привить ребенку любовь к движению. Заниматься собой. Заниматься собой. Еще раз обращаясь к городским областным властям, сделайте нам, пожалуйста, такие дороги, парки, тротуары и скверы, где можно гулять с ребенком, обсуждая его проблемы. Пожалуйста. Ну вот эти проблемы, связанные с малой физической активностью, с подвижностью, с правильным питанием, такие разговоры, наверное, проводятся в учебных заведениях, еще где-то. А с родителями эти беседы на каких площадках проводятся у нас в городе? У нас есть кабинеты медицинской профилактики, отделения медицинской профилактики, центры здоровья, где можно абсолютно бесплатно получить консультацию и по изменению собственного рациона. Есть взрослые центры здоровья, есть детские центры здоровья, где как раз можно получить всю необходимую информацию. Но это если ты заинтересованы взрослыми. Но это одно из условий. Это одно из условий. Если человек не мотивирован, изменить что-то в его жизни крайне сложно. Если невозможно. Вы говорили до перерыва, что все же это прививается и семьи с детства. И то есть, может быть, в этом направлении какая-то работа с взрослым населением ведется? У нас есть и разработанная в Центре медицинской профилактики школа ответственного родительства. Мы готовы сотрудничать и с педагогическими работниками, и с медицинскими. Медицинских мы, естественно, обучаем по этому вопросу. Вся информация есть. Конечно же, должен быть взаимная, наверное, заинтересованность. Мне кажется, вы знаете, то, что сейчас происходит во всем мире, и в том числе в нашем городе, конечно, масштабы там несопоставимы, но тем не менее. Саша, тебе или не знать, мы сами зачинатели этого движения, активного по велосипедизации города Кирова, велосипеды, активное занятие фитнесом, правильное питание, строительство, спасибо властям, открытых спортивных площадок и проведение массовых, красивых, ярких спортивных мероприятий, не профессиональных, а именно таких для всех. Это, наверное, очень хорошо стимулирует к пересмотру своих воззрений на свой образ жизни. Давайте к питанию перейдём, это важно. Это важно. Итак, диета современного ребёнка. Если мы будем говорить, о чем кормят родители по вечерам перед телевизором своих детей, то родители нам скажут, а чем вы кормите наших детей в школах? Я бы вот с этого начала. Мне кажется, это проблемная такая зона. Её то активнее обсуждают, то тише обсуждают. Но тем не менее, питание в школе, оно тоже, между прочим, формирует некое отношение. Что оно сейчас из себя представляет? И вообще режим школьника в этом смысле, каким он должен быть? Можно ли вообще отказаться от питания в школе? И тогда что нужно родителю делать? Что посылать с собой ребёнку? Или, например, как в школе формировать? Или стоит всё-таки рассматривать горячее питание в школе, не отказываться от него? Да. Ваш взгляд? Здесь нужно посмотреть, конечно, на современные условия жизни и родителей, на их занятость. И, конечно же, нужно учитывать, что если родитель не способен сформировать ребёнку контейнеры, горячую еду, то от школьного питания отказываться здесь не стоит. Потому что, как показывает практика, родители у нас достаточно заняты. И здесь утром обязательно должен быть завтрак. Мы должны проявить свою заботу и как раз встать пораньше. Потому что если ребёнок не видит на столе завтрака, если он ему неприятен, он есть его не будет, соответственно. И некоторые родители, тоже уже по практике, они покупают какие-то хлопья, ребёнок залил молоком и подержал. А там же всё написано. Витаминки там есть, энергия, солнце, ещё там, я не знаю, какие-то фэн-шуй. Да. Но на самом деле, если посмотреть состав внимательно, посмотреть, из чего это изготовлено, то это быстрая еда, приравненная к фастфуду. По своему действию. А я думаю, что лучше всего утром для ребёнка? Здесь должен быть завтрак и белковый, и углеводный. То есть каша и белок. Белок представлен, может быть, сырником, например, яйцом. Полбасой. Полноценный. Колбасу, да. Здесь мне очень понравилось такое изречение одного из американских диетологов, что как вы можете, например, употребляя колбасу, это то же самое, что гадить свой организм. Поэтому мне прям это отразилось очень. Но иногда сосисочку молочную всё-таки позволяешь ребёнку съесть. Вы знаете, пока я не увлеклась диетологией, действительно, мы покупали сосиски детям, а сейчас у меня уже сын говорит, мама, как ты стала диетологом, а у нас этих сосисок нет, когда же они будут. Он ждёт, например, отпуск где-то, чтобы урвать эту сосиску. Нет, у меня будет вопрос по вредным снекам чуть позже. Ну, то есть вот каша и какой-то белок в виде яйца или сырники, например, со сметаной, или что-то утром, то, что зарядит ребёнка на учебный день, нужно. У меня такое ощущение, что после двух уроков они уже опять голодные. Несмотря на то, что завтрак может быть вполне каким-то плотным. Они во сне его едят, видимо, и забывают, что он был. И поэтому в школе после двух уроков они бегут либо в буфет, где представлен весь ассортимент сникерсов, например, либо всё-таки мамы говорят, вот, давай, питайся в школе. Там ещё есть пицца, которая... В буфете. Да, в буфете. Поэтому мы сами можем представить, из чего она сделана, соответственно. Нормальная русская пицца, майонез, колбаса. То, что желает школьник. Самое желанное блюдо в школе. Вас, Саша, возмущённо нас сейчас слушает. Я просто вспоминаю школьные годы. А у тебя какое было любимое блюдо в буфете, Саша? В столовой у нас у всех было самое любимое блюдо, это пицца. Да? А мы ещё до пиццы жили. И у нас самое любимое блюдо был рыбный пирог. А можно я скажу циферку по этому поводу, насчёт горячего питания? Так вот, есть высокий фактор риска, когда приём горячей пищи один раз в день и реже. Это от 18 до 35 процентов учащихся. Причём больше, вот в девятых классах у нас девочки. Получилось, что каждая третья девочка принимает горячую пищу один раз в день и реже. А два раза в день и реже принимают пищу до 80 учащихся. То есть это говорит о том, что завтрака полноценного дома нет. А что значит вот... Горячая пища – это не чай с булочкой, это именно вот какой-то полноценный завтрак, о котором говорила Наталья Юрьевна. Каша, например. Даже сырники могут быть тёплыми, горячим приёмом пищи. Почему мы должны всё-таки... И сколько раз в день принимать горячую пищу? Два-три. Три основных приёма пищи, они должны быть... Обязательно. Почему? Почему горячая? Почему горячая? Тёплая, можно сказать. Ну да, не тупиток. Это более физиологично для организма, соответственно. Пищеварительная система, она будет реагировать на приём тёплой пищи более функционально. То есть и все пищеварительные ферменты. Усваиваем все необходимые полезные вещества, которые нам нужны для строительства. Конечно. То есть это говорит о том, что действительно это не постоянные перекусы. Типсы, сухарики, конфетки, пицца, пирожок. А вот именно три основных приёма пищи. И даже на салатах не надо сидеть целый день. Вот нужны все равно... Детям, да, детям. Взрослые пускай делают с собой что хотят. Но помнить, что вы пример для своих детей. Конечно. Школьное питание как контролируется у нас, если уж мы об этом заговорили? Я так думаю, что это функция Роспотребнадзора. Да. Роспотребнадзор. Но вы-то со своей стороны каким-то образом тоже участвуете, наверное, в этом. Вы осматриваете меню, вы даёте рекомендации. Может быть, нормативы какие-то есть. Есть рекомендации, может быть, там. Во-первых, есть рекомендации, строгая рекламентация тех продуктов, которые должны присутствовать в детском рационе. И, скажем так, действительно, контроль это Роспотребнадзор. Мы, как медики, можем выступать в роли, скажем так, идеологов, что ли, того, что должно быть в школе, а что лучше оттуда исключить. И вот здесь мы можем при издании законов, подзаконных актов, конечно, выносить свои предложения о том, что необходимо ввести в школьный рацион, а что лучше оттуда убрать. Сейчас придёмся буквально на две минуты. После этого перейдём к другим темам. Но у меня будет такой вопрос, я прямо сейчас его озвучу. Дискуссия, которая возникала буквально 2-3 года назад по поводу готового школьного питания, которое производится централизованно на больших заводах, которые поставляют, например, пищу в кафе, рестораны и прочее. Она сейчас не ведётся, но мне бы хотелось ваше личное особое мнение спросить. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Июнь в Кировской области объявлен месяцем детского здоровья. Какое питание, какой рацион должен быть у детей, как школы справляются с этим или не справляются? Родители тоже справляются. Родители в том числе. Говорим мы в этой студии с начальником Центра медицинской профилактики, главным нештатным специалистом по профилактической медицине Министерства здравоохранения области Ольгой Малышевой и Натальей Сычевой, врачом-диетологом Центра медицинской профилактики. Наталье Юрьевне, первое дадим слово. Ваше мнение по поводу того вопроса, который я озвучила до перерыва. Дискуссия в обществе, которая была года три назад по поводу того, чтобы привести большое количество образовательных учреждений, прежде всего школ, на централизованное питание, то есть витание, еду, которая была изготовлена на каком-то заводе, например, который поставляют и в рестораны, и в кафе, и так далее. Тогда она велась. Тогда так в СМИ остро вспыхнула, она быстро-быстро погасла. То есть она не перешла на дискуссионные площадки с родителями, не перешла на уровень дегустации, разбора вообще этого питания. Так она и погасла. Я была в числе тех родителей, которые выступали резко против. У нас был первый класс, и что такое, и так далее. Потом расскажу, что случилось со мной. А что вы думаете по этому поводу? Так, здесь, конечно, я за то, чтобы детское питание было приготовлено здесь и сейчас. То есть это говорит о безопасности. И здесь уже можно предъявить на местах, то есть в школе посмотреть. Если, не дай бог, было отравление, например, эпидочаг и так далее. А централизованная поставка, она не всегда, ее можно отследить. Вовремя отследить, вы считаете? Да. Но вы изучали, может, продукцию? А разогретая еда? Вы продукцию-то сами изучали подобную? Ну, я сталкивалась с такой продукцией, да. То есть она же и продается в магазинах. Да, да. Я ее видела. Единственное, что, конечно, если говорить о детском питании, может быть, там была бы какая-то линейка определенная, то есть с белковым определенным жировым составом углеводным. Это один вопрос. Но в то же время, все-таки, безопасность детского питания, она на первом месте стоит. И именно приготовление на пищеблоках, как вы говорите, не разогретое, все равно же тут и транспортировка, и хранение подразумевается. То есть все-таки здесь и сейчас ваше мнение, да, Ольга Кирольдовна? Я, наверное, так расскажу небольшую, опять-таки, историю своей жизни. Когда мы учились вместе в институте, я городская всегда была, да, и наши коллеги-студенты были из районов. И вот мне очень запала такая фраза, как вы, городские, можете, в принципе, разогревать пищу. Мы то, что разогревать, то есть то, что остыло, у нас есть только свиньи. Ну вот, да. Коробы. И мне это так запало, к сожалению, конечно, мы не имеем возможности, вот, наверное, в нашем рабочем графике позволить ей такую роскошь. Но если это можно сделать в рамках, наверное, учебных заведений, почему бы нет? Свежая, чистая, только что приготовленная, неразогретая еда. Это такая мечта. Вы сейчас вот про мечту какую-то нам рассказываете. Потому что дети-то приходят и говорят, нет, мам, давай ланчбокс. Почему ланчбокс? Все равно эти рожки холодные. И эта сосиска холодная. Ну вот это уже вопрос, наверное, такой организационный. Еще какие-то вопросы, да. Но, опять-таки, я бы призвала не, скажем так, вот ругать огульно всех, а начать с себя, со своей семьи. Посмотреть, как мы кормим своих детей и какой набор продуктов у нас есть. Ну, в частности, еще циферка. 10% детей и подростков, вот тех, которые пришли наше соцопрос, употребляют свежие овощи и фрукты один раз в неделю и реже. И более 5... Сколько процентов? 10%. Может быть, это немного, но 50% употребляют два раза в неделю и реже. А должны каждый день? А должны каждый день. По 400-500 граммов фруктов и овощей в день. По полкило? Да. Поэтому, вот давайте мы пересмотрим свой рацион, обеспечим здоровое питание детей дома. Все равно они у нас проводят. Вообще, очень интересно, когда мы проводим наши семинары и игры с детьми, проводить их в понедельник, когда мы просим написать то, что детки ели в воскресенье, завтрак, обед, ужин. Это очень показательно. Поэтому я предлагаю, я всегда предлагаю начать с себя. Если каждый на своем месте будет качественно выполнять свою работу, будь то работа мама, врач, педагог, руководитель, чиновник, тогда, наверное, у нас действительно изменится очень много в нашей жизни. Сейчас надо ребенку написать срочно, чтобы съела яблоко очередное. Вот сейчас как раз обеденный перерыв. Говорили мы про ужин, то, что белки и углеводы должны, там, основой рациона утреннего завтрака у ребенка, если говорить про обед. Это мы говорили про завтрак. Это мы говорили про завтрак. Теперь уже готовы про обед. Я вижу, Саша, в твоих глазах здоровый блеск. И про ужин. Вот как раз в обед нужно включать сырые овощи. С них начинать, я правильно понимаю, все-таки с овощей? Тут нужно смотреть по функциональности, по зрелости функциональности системы желудочно-кишечного тракта у детей. То есть кто-то, например, привык, и вообще привычки тоже посмотреть. Значит, кто-то привык с супа начинать, кто-то с салата. Для детей нужно салат тоже красиво оформить, чтобы им было приятно его, и они захотели его съесть. Также зерно обязательно должно быть в рационе. Это гречка, нешлифованный рис, например, и кусочек мяса или рыбы. И детям до трех лет рекомендуется, чтобы оно было переработанное. То есть мясорубка дома, в домашних условиях или в блендере. То есть это в виде тефтелей или котлеток. А детям постарше можно уже в виде цельного мяса. Ужин? Ужин, да. Крылышки? Острые. Крылышки, это, конечно, вкусно. В то же время, если, например, даже сравнивать крылышки и свинину по насыщенным жирам, то крылышки как раз больше будут жиров, которые не полезны для детей, которые плохо усваиваются. Содержать больше, чем с вином, например, мясе. Поэтому здесь мы тоже, ну, детям, так как уже вечерний прием пищи, более постное мясо, это мясо птицы или телятина. И, например, овощи запеченные какие-то в виде рагу. Но это тоже, мы должны прививать как раз любовь к овощам у детей. Кто, например, из родителей не может этого сделать, я советую мясо, то есть овощи спрятать мясо. Вы прям как китайцы рассуждаете, прячь мясо в овощах. Для детей это более так приемлемо. И плюсом, еще такой совет, как раз для употребления овощей и фруктов в должном количестве, они должны быть всегда у детей на виду. Вот, например, поделюсь своим таким опытом. У нас есть такая большая корзина фруктов и овощей, и она стоит у нас на подоконнике. У меня два ребенка, 11 лет и 2 года, то есть они должны быть в доступе, даже дочка может достать. Они должны быть вымыты. Да, 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 обязательно. У нас есть корзины, и мы смотрим. То есть, например, мы в понедельник ее заполнили. Если в среду там уже нет фруктов и овощей, все хорошо. Значит, все хорошо. Да, 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 можно себя так контролировать, правда. Но, к сожалению, время программы подошло к концу. Я думаю, что надо нам в программе слушать и доктора еще раз тоже встретиться, диеты обсудить различные. Потому что есть еще, знаете, очень важные вопросы о вегетарианстве, о системе, да, ну, я прям сталкиваюсь сейчас очень активно этого даже в нашей среде, 10-11-летних там детей. А может быть, в открывашке с детьми поговорить? У нас есть прекрасная воскресная программа с детьми, открывашка. Мы уже про еду говорили, но не так подробно про диеты. Это можно будет даже вот что-то такое сделать, я обещаю. Кто-то, например, отказывается от красного мяса, только белого. Тут вариаций много. Если, да, но это тоже влияние родителей, на самом деле. Это должен быть не выбор родителей. Да. А выбор родителей? Ребенка решать нельзя, мое мнение. Если родители что-то хотят вот такое сделать, это однозначно через консультацию врача, через консультацию диетолога, чтобы были разъяснены все моменты и проговорены все риски. Диетологи-то в доступе у нас для родителей? В доступе. В доступе. 9 июня с 14 до 15, 38, 13, 23. Прямая телефонная линия по вопросам оказания медицинской помощи детям. И в том числе, я думаю, что можно будет задать вопросы по диетам. Куда к диетологу. Спасибо вам. Ольга Малышева, Наталья Сычева, Александр Асохин, Светлана Занько. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»